С начала года в республике произошли три несчастных случая при пользовании газом в быту. Пострадали 11 человек. Вопрос газовой безопасности обсудили сегодня на республиканской планерке. Руководитель региона поручил включить замену изношенных газовых сетей в капитальный ремонт многоэтажных домов. Согласно новой инструкции по использованию бытового газа, проверки экспертов проходят не раз в три года, а ежегодно. Эти меры – залог нашей с вами безопасности, но, к сожалению, не все это понимают. На 15 апреля этого года 99% абонентов имеют договора на техническое обслуживание с нашими обществами. 99. 1% нет, к сожалению. В первом квартале мы провели техническое обслуживание в более 77 тысячах квартирах и жилых домах. Мы зарегистрировали и выполнили заявку на замену, на ремонт газового оборудования 1589. Газовики предупреждают, граждане, пожелавшие сэкономить на техобслуживании, сильно рискуют. Скупой платят дважды. Во-первых, газ у них могут попросту отключить, а во-вторых, им придется объясняться в суде. Ведь даже незначительная утечка может привести к трагедии. За этот период 2020 года в Республике подошло три несчастные случаи при пользе газа БТУ, в результате которых пострадало 11 человек, трое из которых погибли от отравления угарным газом. Это первый случай смерти или отравления двух человек. Временно исполняющий обязанности главы Чуваша Олег Николаев отметил, что вопрос безопасности газообеспечения необходимо включить в программу капитального ремонта домов и замену внутридымового газового оборудования. Я в целом такой подход поддерживаю, поэтому министрую поручаю проработать этот вопрос на предмет включения этих объектов в программу капитального ремонта. То есть если дом ставится уже на капитальный ремонт, чтобы смотрели и эту составляющую тоже, чтобы к нам, нам уже к этому дому не возвращаться в последующем. Сейчас в столице по программе ремонт ожидают две многоэтажки. Работу в этом направлении продолжат. Необходимо обойти максимальное количество домов и проверить газовое оборудование на соответствии с стандартам. Кроме того, важно напомнить всем гражданам, вне зависимости от возраста, что можно, а чего нельзя при использовании газа в быту. Например, о том, что категорически запрещено самостоятельно устанавливать и монтировать газовое оборудование. Доверьте это специалистам. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.